Добрый день, дорогие друзья! Рады вас приветствовать в отделе обслуживания пользователей в резиденции президента Республики Беларусь и в исполнительном комитете СНГ. Сегодня у нас в гостях очень интересный человек. Инна Николаевна Фролова, человек редкой литературной специализации. Детский поэт. Инна Николаевна, мы готовились к встрече с вами и выяснили, что вы серьезный такой поэт. И ваши книги от 2011 года, такие серьезные, женская лирика. А почему вдруг переход к детской книге? Вот такие у нас есть чудесные книжки, яркие, веселые, благодаря, конечно, иллюстратору. Вот такие, видите, позитивные. Почему детская литература вдруг? Доброй ранец. Или не вдруг. Шановные сямбры, добрые ранецы. Про серьезного поэта я уже усмехнулася. Это первые кроки были. Потому что они вышли про сгод в этой книжке. Основная тема творчества, этого родима. И она была, и мне кажется, в Будде. Конечно, есть версии такие лиричные, про каханья. Мы беларусы вельми добро так придумали. Есть слово любовь. Любовь до родима. А есть каханья. Каханья – это уже больше интимное почутствие. Конечно, зараз уже мне сдается, я пишу. Это уже первые кроки, это минулые. Сподзаються, в этом году будет такая суправданная книжка поэзии, якая была написана за прошлых 10 годов. Но другуюся уполами, нём они. Это будут верши, которые уже прошли, скажем так, таки отбор. Ну а что, дотычатся дитячей поэзии? Да. Это первая за все, не бывая былых наставников. Первая доказа – я педагог. И, конечно, с початку треба было подшить крыху некольких годов, а после до этого вертаешься. Я никогда не бачила былых наставников, и они за все до себе проявляют, где бы они не были, где бы они не были, в каком возрасте бы не были. И мои коллеги, былые, поштурхнули мне написание в этой книжке. Тем больше, что... Благопедаль. Тем больше, что мне посчастило мастаком книжки, оздобив эту книжку Сергей Анатольевич Волков. Наш человек – легенда. Ему днями вспомнился 80 годов, ведомый мастак, и шесть членов нашего союза, союза космеников в Беларуси. Мне очень понравится его праца, потому что они зрозумелые. То есть, когда говорят, например, лев, то это все правда лев, там кот, девчонки, хлопцы. Они веселые, они позитивные, ну такие, как и сам Аута. Инна Николаевна, а вот как вообще появляются стихи? Можно же сидеть и заниматься просто так рифмованием, так вот, под кошку о кошку, там и все такое. Кошка о крошка, все это подбирать, слепить так вот эти рифмы и выпустить книжку. Ну, на самом речь, моя особистая история. Мы, конечно, пожертвовали, по-разному люди приходят до литературы, и бывает, что за всем такие взрослые уже серьезные, али праца, люди ж матьчитают, багаж, и нечто отримливаются, и друкуются, и даруются их державные выдания, даруют наши флагманы, часописы друкуются. По-разному бывает у людей, я рада навод за тих, у кого не за всем еще отримливаются, али гэта праца все ж таки вельми тяжкая, поэтичная праца. Не бывает ж так, что ты написал, вершу вас, и он образу готова. Гэта праца и месяца, и другого, а может быть, навод и годами, и гэта все перерабляется, гэта я вершу вас. Коли я рахтовала новый сборник, про себе уже буду ховарыц, из них гэтых книжечек я их достала, далекое, схованное на поличество себе, и некоторые вершу навод перерабила. Мне уже не падалися такие наивные, смешные, и не тякавые, как это было некольки годов назад. Я их раху перерабила, и уключила новый сборник, там некольки вершу есть. Что за то, что у меня нет, наставница моя белорусская мова говорила, что я писала сочинение у вершах. Я этого не памятую, совсем не памятую, но что на что манить дорослому человеку, мы здесь в добрых стосунках подтримливаем, и моя лепшая собровка, за которую мы вот пошли из первого класса и зараз собруем. Она говорила, что коли задавали невеликий вершик, я за сюда приходила, это не было на них складано, в некоторых хвилин к нам вот, я вот дома это не робила, на этой менте, мне все отремливалось. А ее было незразумево, но я к этому, у Фроловой отремливается, и я смогу. Она сидела, корпела над этим текстом, и отремливалась у нее, ну, не совсем доброго. То есть, не так все просто, оказывается. Ну, если это нечто было, когда вы, а я же думала, что все такие, что всем так просто. Тебе же, когда ты маленький, или когда на 1119, не задумывайся на этом, я же думаю, отремливаючую эдукацию. Я могла запомнить, наверное, пешок раницы, вот такой, и здаються, что все такие. И когда у тебя отремливается, не штрихмовать, тогда уже разумею, что у каждого своя дорога, и треба набрать тое, что, вот, тебе может было накануано. А вот я, вот как библиотекарь, вот обнаружила, такой у нас рояль в кустах, что стихи, 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 скороговорки, а потом проза, как дошли до жизни такой, вот, и что вот вам легче? Ходилось на детальший семинар у Лизинститута, вот, и тому у меня было вельми текавое, и она уже там нарожалась, эта книжка, я ко мне вельми, зараза дорогая, там вышла с подтримкой державы, великий дзякуе, в ведовесе в Беларуси, она такая, летняя, весовая эвакация. Жабка вот какая веселая, тут и малинка, тут и... Так. А что вот проще, легче писать вот прозу или поэзию? Коли тебе справа сподобается, подобается на логул, тут так пытание не стоит с рубом, что я легше, что не легше. Прозаики кажут, ой, вам поэтом цудово, вы там вот вышли, там у лес, в поле, на самом деле, что все текаво, то и все отрымливается то, что тебе текаво. Ты не зауважаешь час. Ходишь так вот по лесу, напитываешься вдохновением, а что же ты не работаешь? Ну, я как бы вдохновляюсь, говорю, стихи вот сочиняю. Да, есть такое. Герои живут своим життем, таким особистом, все завязывается, все это внешне переписывается, и шмат разов. Вельми текалась, правда, текавая життя у прозаиков, мне это сподобалось. Колись ты мне поставили такой выбор, а что ты будешь робить? Я хворала на переглядницкую справу. Мне сдавалось, что это то, что может человеку, напитывая энергией. Конечно, это я робила и позабраться, и вот, давала себе, скажем таки, шанс, если ты нечто сделаешь хорошее, то, что ты можешь сесть за эту справу. И однажды таки нехороший человек у меня запутался, что ты будешь робить, когда тебе не будешь подобаться, перекладать. Мне и в голове не было, что в этом может не сподобаться и не чем-нибудь займаться. У меня не было никаких отходов, скажем так. Думаю, боже, и моя життя скончится, когда я не захочу и не буду, и не буду отрываться, вот, робить эту справу. Но все здорово, как могло лучше, как в районе моей книжки. Прошел полный час, и я сразумела, что про зайка быть хотя так текала. Вопрос. Для каждого возраста, наверное, своя все-таки литература, своя книга, да? Конечно, моя школа. И нельзя, ну, это мое мнение, нельзя нагружать ребенка, лишая его детства, нагружать его вот какими-то проблемами человечества, назовем их так. Наверное, придет время, и он поймет это из другой литературы. Нельзя его вот в этом чудесном возрасте и такими вот яркими книжками, ну, как сказать, трудности жизни, нагружать его этим. Ну, а, коллеги, уже будет поздно. Поздно, все-таки надо постепенно как-то рассказывать. Без мораллитэ. Без мораллитэ. Повинна быть история. Ну, по-первых, для каждого свое, и аудитория будет своя, повинна быть своя лекция. Ну, вот война, такие страшные социальные проблемы. Как-то надо рассказать об этом. Или не надо рассказывать. Или все-таки вот без мораллитэ, но... Это же есть выхование. Коли человек будет маленький ведать свои истории, коли он будет задавать пытания. Ну, если основное, про что я хотела написать, в другой час, если она более складанная, чем першая, в продморе написано, что коли ты еще маленький, не можешь так худко прочитать, поведания невеликие. И, вот, Олеж, требует вернуться до дорослых, для батьков, до бабули-дзадули, до старейших своих вратовых сестер. И пытания, конечно, будут возникать, потому, что самое головное питание, как заставиться человеку. Это, в иншем состоянии, в иншем ситуации. Тут есть, как раз, вы открыли, про мужиков показывали. Это тема, даже подвигом. И про семью и батьку. Мы, мать, говорим про мать, а про батьку не остается так открыто. Мать это зрозумело. И там без всяких, мы говорили, без моралитей, рассказывали, как бы, не быть батькой. И это его... Это значит, папка. Нет, это вожик, это вожиха, это как разумеет, а это и ее детки. Там так здоровося, что можно переказать в двух словах, здоровося, когда не залива, пошел на больницу, дождь, а тату со своей дождькой Лизой пошли в поход. И так отрималось, что когда пошел этот великий-великий дождь, были великие ямины, они шли, никто не видел, что это будет. Эта ямина начала заливать водой. Им нужно ротоваться, потому что до хата нужно вернуться, малые дети с ним побольше. Лиза невеликая школьница малого лица. Но в этой ямине так отрималось, что попали маленькие вожаняты. Вот тут и написано. Попали маленькие вожаняты. И батька такое решение принял, что отправил свою дочь маленькую пресколу до хаты, схочил ту ямину, она была высокая, вылезти из ее было немогчимо без допомоги. Она глинистая была. И выработала этих вожанят. Так это спасенные ёжики. Вожанят. Ну конечно все кончилось добро. У дитей литературы дитя не прямая. Великий хохвер. Это немогчимо. Должно заканчиваться все хорошо. И уже типа винов все быть так. Не только у литературы. Больше человек охворовал собой. Я думаю, когда это дитя вырастет, то будет разуметь, что такое батька, что такое мужность. Как себе нужно повозить мужчину. Ну и человек полетен литературы. без моралитей, как вы говорите. И тема подвига тут есть про великую очинную войну. Есть сейчас называю гетоглевка, как называется. Гетоглевка. Тут сразу так и не скажешь. ось. Маленькая девчонка познайомилась. Малю собрался старой женщины. Конечно, все дети на голову. любим все пригожие. Особенно дети. Старость непригожая, неприемная на первый взгляд. И драматичный узел. Спочатку непригожая женщина, старая и такая пригожая внутри. Что осталось оброгой в этой малой лице. Что головная героиня разумела, что все может быть по-иншему в жизни. и такая интересная история жизни. Это баба Нина, будущая сябровка, в первый день войны отправила своего мужа и он не вернулся. Она все засталась. Тогда помогала сестры поднимать своих детей. Она осталась одна. Всягом часу все это забыло. Живи, живи человек. А такая особистая трагедия. И как працавала душа нашей маленькой героини Лизы, которая приехала и называла себе, принцесса. Она была не социальная человеком. Она не могла спотшевать. А мы становимся разми, когда мы умеем спотшевать. И душа начала працавать, задавать питания, почему так, почему не иначе, а что это за война? Ее батьки и ее семья при малом деле помогала найти известки о из этого загинулого Василька. И на той час Василька, который пошел в житие, пошел вежность. Есть такие выставки и так сами тут есть. Есть вот в этой книге такой рассказ, посвященный скатчинам. Да. Я так понимаю, здесь про клад написано, тут сундучок нарисован. Но вот так читаючи, понимаю, что тут клад кладу рознь. видимо, не просто клад монеты, это может быть клад другой какой-то. Это одна самых складанных и цикавых главок, когда сдается, что может быть клад, чтобы знать клад, соправданный клад, обшим марали деться. Это все здорово в таких обставинах цикавых для детей. Оказалось, что это историческое текалость для своей краины, про которую даже лепет, они не марали знать гроши, которые хотели знать что такое, что мое материальное ценность. Духовная каштовность. Клад нравственный, духовный. Это первые шаги к национальной памяти, к осознанию себя. Без маралиты. Мне сдается, чтобы это все. Здесь сундучок нарисован, и здесь целое приключение. А главное, что главное это в этой книжечке о том, что интересно, насыщенно, с увлечением можно провести те же самые вакации, каникулы можно провести в деревне у бабушки и с дедушкой, если подойти к этому творчески и с распахнутыми глазами в мир, когда тебе все интересно. А в мире необыкновенно интересно. В мире интересно, а не только в гаджетах, в этих картинках, в этих дорогих смартфонах. это выкладок, и на этом выкладке подавался сюжет. На самом речи, можно быть зазоводной, и на червоне море, и на белом, и везде можно найти массу интересного. Ирина Кауна, мы вам желаем новых прозаических произведений, поэтических и новых переводов, и, конечно, новых книг. Дорогие друзья, приходите в библиотеку, читайте хорошую детскую книгу, хорошую взрослую прозу, приходите. Библиотека это место не только, где хранятся фонды и проводятся мероприятия, это место встреч, встреч с интересными людьми, с интересными книгами прежде всего. Добро пожаловать в библиотеку.